Время новостей на телеканале Север, в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. Экипажам вертолетов, выполняющих рейсы по самозаданию к больным коронавирусной инфекцией, будут начисляться надбавки. Ранее доплата за работу с пациентами с COVID-19 была положена только медикам. Для нужд крупнейшего в Заполярье предприятия мясопродукты будут построены дополнительные помещения. На эти цели задействуют федеральные средства. На Ринмарскому АТП-65. В нашем эфире расскажем об одном из старейших, динамично развивающихся и социально значимых предприятий Ненинского округа. В Ненинском округе выявили еще троих заболевших COVID-19. Вирус обнаружен у жителя поселка Искатели, вернувшегося в регион с большой земли. Еще двое заразились через семейный контакт с ранее выявленным пациентом. При этом все соблюдали карантин. Болезнь у инфицированных протекает в легкой форме. Все пациенты получают лечение амбулаторно. Кроме того, за прошедшие сутки в регионе выздоровели 6 человек. Это вахтовики с Южного Хольчую. Таким образом, в Ненинском округе с начала пандемии зарегистрировано 314 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 272 человека полностью излечились от заболевания. На лечение в стационаре Ненинской окружной больницы на сегодняшний день нет пациентов с диагнозом COVID-19. Амбулаторно по местонахождению лечения получают 36 человек. Под медицинским контролем на самоизоляции на дому находится 505 человек. В продолжении темы. Экипажем вертолетов, выполняющих рейсы по санзаданию к больным коронавирусной инфекцией, будут начисляться надбавки. Такое решение было принято в ходе очередного заседания региональной администрации. Напомню, ранее доплаты за работу с пациентами с COVID-19 была положена только медикам. Большая часть заболевших коронавирусом на территории Ненинского округа пришлась на месторождение и нефтепромыслы. За период пандемии экипажами Нарьинмарского объединенного авиаотряда было совершено порядка 20 санрейсов к больным коронавирусам. И действительно, пилоты воздушных судов, в нашем случае, они как водители скорой помощи. И было бы абсолютно логично выплачивать им эту надбавку. Но есть один нюанс, уважаемые коллеги. Дело в том, что основная масса вот таких ковидных рейсов вертолетом выполняется именно в интересах нефтяников. Обычно с месторождения мы эвакуируем больных ковидом. И здесь мы, получается, на бюджет загружаемся, эвакуируя нефтяников дополнительными издержками. В этой связи Юрий Бездудный поручил руководителю Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненинского округа Альберту Чебдарову совместно с руководителем Департамента здравоохранения подготовить сводную статистику по количеству рейсов на месторождение. Поскольку планируется, что дополнительную надбавку экипажам санрейсов будут выплачивать из средств недропользователей и тем самым не создавать нагрузку на окружную казну. Для нужд крупнейшего в Заполярье предприятия месопродукты будут построены дополнительные помещения. На эти цели задействуют федеральные средства. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки временно исполняющего обязанности губернатора Ненинского округа Юрия Бездудного на предприятие. Александр Литкова продолжит. В морозильных камерах одного из крупнейших промышленных предприятий Ненинского округа находится более 500 тонн мяса, большую часть которого составляет оленина. По словам директора ООО «Мясопродукты» Казимира Кабалоева, сырья для производства продукции достаточно, однако камер для его хранения не хватает. Мы в прошлом году, в прошлую убойную кампанию заготовили только оленины на 900 тонн. У нас морозильные емкости не позволяют хранение в таком объеме. Были серьезные проблемы в условиях хранения, потому что у нас не только оленины, у нас есть говядина, есть свинина, есть птица. Всего у нас хранение, нужно обеспечить условия хранения на 1100 тонн, единовременного хранения. Поэтому перегружается всегда основной холодильник финский, который 500 тонн. Вместо 500 тонн мы туда загружаем 750-800 тонн. Это недопустимо. Основной так называемый морозильник удалось разгрузить благодаря покупке контейнеров на 150 тонн. Кроме того, предприятие планирует построить склад для хранения специй общей площадью 300 квадратных метров. Строительство запланировано за счет кредитных и федеральных средств. Проектно-изыскательские работы завершим в этом году. Хотелось бы вообще-то монолитные работы, все бетонные работы завершить до конца октября месяца. Если мы успеем до конца октября месяца, погодные условия позволят, хорошо, нет, тогда перейдем в следующий год. Но строительство должно у нас занять не более 12-13 месяцев. Это уже под ключ. На данный момент на предприятии идет реконструкция колбасно-кулинарного цеха. Все необходимое оборудование завезено. Монтажные работы будут завершены в течение сентября. Это предприятие перерабатывает всю оленину, которую мы производим в округе. Поэтому от того, как это предприятие зависит, зависит напрямую, как развивается олениводство. Проходит забойная кампания, холодильные камеры забиваются олениной, и в течение года предприятие работает. Мы с вами видим эту продукцию уже на прилавках. И если вы замечали, некоторые виды продукции, они пользуются таким повышенным спросом, что зачастую, заходя в магазин, говорят, а ее уже нет, будет завтра, послезавтра. В целом, предприятие, несмотря на то, что с большой историей, и не новое, совершенно не новое, тем не менее, работает стабильно, хорошие экономические показатели. Добавлю, что в этом году были открыты новые фирменные магазины общества в микрорайоне авиаторов, а также в Архангельске, что позволяет создавать новые рабочие места. На сегодняшний день на предприятии трудится 189 человек. Александра Литкова, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». В Ненецком округе стартовал проект «Народный советник». Это открытая для диалога интернет-площадка, где каждый житель региона может высказаться, озвучив наболевшую проблему и предложить способ ее решения. Екатерина Дементьева расскажет подробнее. «Народный советник» – это инициатива, одобренная временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого округа, призванная привлечь население региона к решению острых вопросов. Основная ее идея – это информационная прозрачность и гласность. Дело в том, что проблемы делятся всегда следующим образом. Около 30% – это элементарная несогласованность и недоработка административного ресурса. Около 30-35% – это то, что требует определенного финансирования. И здесь депутаты окружные, муниципальные тоже должны это понимать и при формировании бюджетов учитывать, что для людей насущна именно эта проблема. И около 30-35% – это то, что требует законодательного решения, каких-то инициатив, региональных программ, которые тоже нужно, чтобы они понимали, что они актуальны и существуют. Для удобства обсуждений создана одноименная страница в социальной сети ВКонтакте, где каждый житель региона может рассказать о проблемах, обсудить их с другими участниками сообщества и внести предложения. Раз в две недели будет формироваться бюллетень с обозначенными проблемами, вариантами их решений и примечаниями о том, как аналогичные проблемы решаются в других регионах, после чего бюллетень будут направлять по электронным адресам всех ветвей власти. В биоплитической системе обычно 20-25% в мире работает очень хорошо, остальные не очень хорошо, зачастую имитируя бурную деятельность. А здесь ситуация следующая. Когда чиновник понимает, что эта информация пришла и к его начальнику, и к начальнику его начальника, он, вздыхая, начинает тему решать, чтобы сохранить и позицию, и репутацию. И получается, что КПД чиновничества повышается процентов на 25-30. Это уже означает, что людям становится чуть легче. На данный момент инициативная рабочая группа сформирована. Однако количество экспертов не ограничено, и активным гражданам всегда рады. Чем больше их будет, тем будет лучше, потому что это своеобразный мозговой штурм. Чем больше идей, тем больше, в принципе, выхода из какой-то определенной ситуации. Мы это на себе уже ощутили. Хотя нас немного, но какая-то одна проблема, в твоей голове выход один, а когда пообщаешься с коллегами, то их намного больше и намного шире, и быстрее можно ее решить. Кроме того, любой желающий, проявивший активную позицию и обладающий компетентными знаниями, может оставить заявку в кандидаты в народные советники губернатора. Ну вот, например, положение 2014-2015 года здесь о помощниках, запятая советников губернатора. Оно касается следующего, что туда могут участвовать только люди с высшим образованием, являющиеся исключительными специалистами в определенном направлении. И, соответственно, многие люди, которые, вот молодые мамы у нас есть там, они же активны, у них дети, они ходят, они каждый день сталкиваются с этими проблемами. Они стоят в сетях, у них есть время, чтобы высказаться. Эти молодые мамы туда, по идее, не попадают. Их просто не слышат. Напомню, рассказать о проблеме и предложить пути ее решения можно в группе «Народный советник» в социальной сети ВКонтакте. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Аграрии Ненецкого округа выполнили план по заготовке сена и сенажа. Как сообщает информационное агентство НАО-24 со ссылкой на Департамент природных ресурсов, экологии и АПК НАО, общие запасы грубых кормов на зимний стойловый период составляют 8 425 тонн или 103% от плана. На сегодняшний день кормозаготовительная кампания продолжается в двух хозяйствах. Это муниципальные казенные предприятия «Омский животноводческий комплекс» и «Великовисочный животноводческий комплекс». Остальные организации и фермеры завершили заготовку кормов еще в июле. Так, скошено 4500 гектаров сельскохозяйственных угодий региона. Сенокос в окружных хозяйствах стартовал 6 июля. Первыми на луга вышли механизаторы СПК РК «Сула» в селе Коткино. Добавлю, в кормозаготовительной кампании ежегодно принимают участие 6 сельскохозяйственных организаций округа, а также фермеры НИСИ, Тельвиски, Андиго и Нижней Пеши. Общее поголовье крупного рогатого скота насчитывается в пределах 1800 голов. Осенне-зимняя охота в Ненецком округе пройдет в новые сроки. Если ранее сезон начинался в 4 субботу августа, то с этого года будет открываться с 1 субботы сентября. Так, с 5 сентября открывается сезон осенне-зимней охоты на пернатую дичь, а с 15 сентября – на пушных животных. Подробно со сроками охоты можно ознакомиться на сайте профильного ведомства в разделе «Информация для охотников». Подать заявление на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов можно через региональный портал Госуслуг, либо по почте, либо лично опустив заявление в ящик у входа в здание департамента с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30 часов. Выдача готовых разрешений на добычу охотничьих ресурсов осуществляется по понедельникам, средам и пятницам с 14.00 до 17.00 в здании департамента. Формы заявлений, образцы и реквизиты для уплаты госпошлины можно найти на сайте профильного ведомства в разделе «Информация для охотников». Дополнительную информацию по вопросу выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов можно уточнить по телефону. Добавлю, в прошлом осеннем сезоне охоты департамент природных ресурсов, экологии и АПК НАО выдал более 1.000 разрешений. 30 августа юбилей отметит Нарьинмарское автотранспортное предприятие. Одному из старейших, динамично развивающихся и социально значимых предприятий Ненецкого округа исполнится 65 лет. Подробности в материале Александры Литковой. Первая смена кондуктора и водителя начинается в 6 утра и заканчивается в 3 часа дня. Соответственно, вторая длится с 3 до 11 вечера. Кондуктор Татьяна Барунова к такому графику за 13 лет работы привыкла. Проходим медосмотр, медика, медосмотр, да. Потом диспетчер отмечаем, отмечаемся. Всё дают нам эти валидаторы, всё такое, камеры сейчас ещё есть. Так что, а потом выходим на линию, ждём автобус. Любая техника в ходе эксплуатации может выйти из строя. Поэтому без автослесаря на предприятии никуда. Олег Шкира трудится в АТП 18 лет. Ремонтируем автобусы, чтобы они выходили на линию, пассажиров возили. Не будет мастерских, всё. Автобусы станут, стоит, будет ремонтировать. База изменилась в лучшую сторону, конечно. Везде ремонты делаются, техника новая покупается временами. Так вот, лучше стало работать. История Наринмарского АТП начинается 30 августа 1955 года. Сейчас это динамично развивающееся и социально значимое для города предприятие. Ежемесячно АТП перевозит до 200 тысяч пассажиров. Выполняется 4,5 тысячи рейсов. На днях на месте аварийного пункта отдыха для водителей и кондукторов было оборудовано нестационарное здание. Здесь есть всё для полноценного отдыха во время смены. Будет возможность у них здесь отдохнуть, попить чай. Будут бытовые условия минимальные. Санузел, два санузла даже мы здесь предусмотрели. Значит, будет там микроволновка, чайник, само собой, места для отдыха. Все работы выполнены за счёт собственных средств предприятия. Порядка одного миллиона рублей. Обновление автопарка также производится регулярно. В 2018 году нами было приобретено два автомобиля КАМАЗ. Оссенизаторные автомобили. В 2019 году было переоборудовано два автобуса. Значит, и запущены на городские маршруты. Они выполняют рейсы у нас сейчас по городу. И было приобретено два больших автобуса большого класса, два ЛИАЗа. Кроме того, сотрудников автотранспортного предприятия переодели форму. Кондукторам автобусов закупили зимние костюмы, а водителям – рубашки и свитера с логотипом и символом предприятия. Всего 80 комплектов. Новая форма пришлась по вкусу и самим работникам. С юбилеем коллектив поздравили представители городских и окружных властей, а также глава региона Юрий Бездудный. Все пассажирские перевозки держатся на ваших плечах. И на тех плечах, которые сейчас на рейсах. Ведь многие сейчас из предприятия находятся на рейсах, работают. Дорогие друзья, спасибо вам большое за работу, за вашу качественную работу, профессиональную работу. Поздравляю вас с этим замечательным юбилеем. Я уверен, что по мере того, как цифры будут челкать и прибавляться возраст, предприятие не будет становиться пенсионером. Оно будет молодо, как никогда, будет развиваться, будет внедрять новые технологии. На торжественном мероприятии, посвященном юбилею, сотрудникам предприятия были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Александра Литкова, Владислав Ткачев, Телеканал Север.